красавец привет мастеровому youtube предыдущем видео я вам показывал как сделать такую печурку в домашних условиях с простых элементарных вещей доступных каждому то есть обыкновенная банка и электрический патрон где мы смогли расплавить вот такой кусочек от металла вот эта печурка значит у нас достигала 1100 градусов мощность этой печурки заостряю внимание мощность этой печурки 100 ватт вот для начала конечно эта печурка хорошо но хочется большего то есть все показник показе показатели у него чудесные мощность и температура но маленький объем то здесь можно расплавить вот такой кусочек металла и два раза может быть больше ну я не пробовал больше ну примерно равна 10 20 принципе для домашних условий для начинающих вполне нормально вот но хочется больше как я сказал вот и так значит мы сегодня будем заниматься изготовлением печи более мощной печи и так сказать вот опять же с простых элементарных вещей которые у нас валяются крыса дома первое это элементарная такая плитка размер этой плитки мы будем считать 10 за 8 на 10 и понадобится 6 штук значит сразу скажу как можно выбрать не всякая плитка подойдет то есть можно такую в плитку брать может быть другой можно плитки вот выбирать надо плитки так вот примерно берем две плитки слышите она звенит еще раз вот так более меньше тоже может быть и пошла бы но это лучше то есть она должна звенеть о чем это говорит это говорит о том что она выдержит очень-очень большую температуру то есть 1200 1500 градусов на легко плитка держит то есть она у нас обрабатывалась при температуре не менее видимо 1200 1300 градусов то есть она очень-очень крепко то есть она должна попросить еще раз она должна такой звенеть вот это что нам подойдет вот далее значит мы имеем я потом вам расскажу как можно приспособить свои крыса трансформаторы и проволоки данным условия в данное данном случае просто расскажу сейчас значит мы имеем также трансформатор на 220 вольт 220 вольт трансформатор и не chrome проволоку них рома вот такой на данный случай 1 6 то есть толщина ее 16 миллиметров значит этой проволоки надо вот это 1 6 миллиметров я уже почитал не буду вам голову заливать где-то около пяти метров примерно вот мы потом проверим все это дело вот для того чтобы достичь нормальную температуру вот при данных вот этих вот моих условиях необходимо значит через эту проволоку в которой я выберу пропустить ток 9 ампер я формула не буду проводить просто для простоты говорится то есть необходимо через эту проволоку пропустить ток 9 ампер напряжением 36 вольт я уже рассказывал немножко напомню значит проволоку необходимо применять или брать или доставать от 0,75 миллиметров и выше то есть вот 1,6 это в аккурат если толще например бы было 2 миллиметра тоже бы было нормально то видео конкретно рассказал он еще раз повторюсь и так вы привезли принесли какую-то проволоку то есть не хром конечно не какую-то вот для спирали вот не менее толщина ее не менее значит 0,75 миллиметров значит все эти подсчеты конечно хорошо ну если у вас нет приборов короче я вам просто без приборов покажу как она все получается так и так мы значит страформатора вот этот один вывод страформатора который у нас на 36 вот вот по цене не им сюда напряжение может быть и другого там 24 вольта для нас вот это без разности принцип остается тут же второй конец у нас второй конец вот это трассерматора то есть один вот этот конец 2 конец а второй конец у нас будет движущий ну то есть как реста вот и мы значит здесь удачим экспериментировать и найдем то место сколько нам отрезать проволоки надо здесь правиль будет чуть-чуть накаливаться вот примерно вот как вот это даже меньше но я вам покажу как она накаливается то есть вот это будет нормальный размер нашей проволоки для данных условиях при этом трассерматор он не должен гореться то есть у вас все должен быть работать хорошо спираль должна вот чуть-чуть накалиться без разницы какой трассерматор ну конечно не самый слабый крыться вот без разницы какая проволока но конечно не менее 0,75 метров и так вперед к подбору говорится он начинать соответственно на самой большой длины пробуем раз чуть-чуть искрить почти не греется подводим дальше но я примерно уже знаю где она находится так дальше дальше я сейчас свет выключу чтоб и не было как свет выключил на улице все равно у нас светло на так пройдем немножко так дальше идем немножко подождать конечно мы ждем чтобы в этом месте она должна прогреться то есть при данной длине нужно говорится ток тока достаточно должна проходить чтобы полку тут прогреть нашел так называются нравится притемнем немножко но ведь уже красная немножко прошла в этом месте чем хорошо низкое напряжение то есть нет понимать от межвидкового замыкания почему потому что напряжение очень маленькая но здесь она поближе того на него сбежи вот примерно вот так она должна на лица не больше значит вот это вполне нас устраивает мы последний трассерматор наш какой-то не греется спираль нагревается вот на воздухе вот так вот все чудесненько этот размер нас вполне устраивает то есть это мы намотаем все печку здесь мы немножко сделаем запас на наружу вы и вы видим он у нас будет как листа то есть добавить можно будет больше или убавить при нагреве это очень хорошо при прогрели печкой так и так все у нас чудненько там рейте для не электриков повторюсь немножко это очень такая важная вещь которая даже электриков от пудрится напряжение может вот смотрите у нас 9 ампер значит при этом при этом мантряже то есть когда проходит 9 ампер через нашу эту проволоку любую проволоку то в печке обязательно будет выше 1000 градусов греет это самое вот этот проводник не вольтаж то есть вольт и может быть 24 вольта 12 вольт 36 вот говорит ток проходящий через этот проводник то есть наш них вот если мы достигли 9 ампер при любой проволоки при любом значит соотношении значит у нас будет в печке выше 1000 итак давайте остановимся чем хорошо 36 вольт а хуже 220 вольт примеру у нас было бы например 10 20 вольт то для того чтобы значит создать 9 ампер пропустить через этот проводник который у нас уже проверенный этот проводник уже гореться так как нам надо то нам необходимо надо было 1 5 длиннее этой проволоки куда ее девать в этом значит печки раз и в итоге бы мы получили то есть 220 умножить на 9 ампер то есть это мощность мы бы получили мощность около двух киловатт а так мы имеем мощность 324 ватта то есть те 220 вольт у нас нагрели бы проволоку вот за нихром в пять раз длиннее а нам этого не надо а это значит у нас достаточно вот этой вот этого расстояния которая на нас вместится в печку так ну я думаю правильно все объяснил не доступна вот разница значит высокого напряжение то здесь и 24 высоко 10 20 вот вот преимущество 36 вольт вот потому то кстати сказать в трансформатах и применяется там 1020 вольт же не применяется сварочных я имею там наш применяется 36 40 60 вольт зато там опираж большой так и так приступаем к работе берем нашу плиточку уложим вот то есть разбиваем длину вот это посчитали мы значит у нас получилось 48 метра значит 4,8 метра надо вместить вот это нашу печурку которая вот так вот будет я не буду слишком показывать как они расчеты делаются рассчитали значит у меня получилось что значит надо делать 17 рисок вот я на бумаге сделал риски то есть разделил все это самое как положено а сюда просто переношу раз и пошел по центру вот затем перенесли на эту плитку нам на 4 плитках сделать вот такие прорези вот и на следующую плитку также сама поставили 1 1 1 1 1 перечисли на следующую поставили и принципе все на ветка у нас все у нас намечены затем берем простыми здесь кругом отрезным не возьмешь надо вот с алмазным таком напылением вот включаем этот алмазный круг наш вот здесь я хочу сделать мастерскую не буду потому что я уже нарезал это вам просто для примера показал резал на улице так и так у нас вот ветер получас вот такие постараться надо чтоб сколов не было вот такие глубокие видите луки не глубокие но миллиметра на два примерно заходит есть вот дальше значит мы то есть мы делаем короб а это у нас спираль будет середине дальше вырезаем вот это вот вот таким вот образом плитки с одной стороны плитки единственно что здесь видите меньше расстояние здесь больше расстояния чтобы все не то есть про проложить надо здесь еще пометить надо будет лево-право перед верху по нему все вас потому что получится вот есть и собираем раз есть следующий у нас это откуда отсюда есть коробчонок собираем так сказать так и так вот мы собрали такой коробченый критии это пока он не закреплен кольца то есть получился у нас какой-то квадрат а в середине будет спираль вот смысл вот этого всего дела маленького напряжения то есть мы можем поместить все это дело в середине у нас прядь бойцы в середине накаливания вот и эта температура которая он будет отдавать он сразу будет отдавать вот этой камере то есть металл или тигель или еще чему тут закаливать бум а вот если бы мы 220 применили то эту бы спираль мы сюда не уместили надо было ее где-то там через кирпичи какие-то наматывать вот покапанные кирпичи все нарылись а потом пока сюда дошло когда бы здесь набрали мы такую высокую температуру а вот это именно 36 вольт 12 вольт 24 вольт позволяет именно сделать непосредственно в середине спираль в середине емкости печи то есть мы будем наматывать туда спираль и все это дело вот это все хозяйство в квадрате когда будем помещать такую банку помню два с половиной лица это у меня было с этого с подкраски я вымыл хорошенечко есть вот я подел я не хочу здесь уже обрезать можно было обрезать и ставить она бы аккуратно доставала вот но я не хочу это обрезать потому что у меня крышка есть а потом в дальнейшем я поставить а мод и в этот раз я построю сделать вакуумную печь то есть здесь будет и серметично закрыть и здесь вакуум сделать то с этой печки значит воздух весь уйдет и будут вакуумная печь то есть это очень качественно высшего качества летят а плите так сказать вот так померили вот эту печушку то у нас получилось значит она вот помещается вот сюда в принципе ну здесь надо миллиметра по три уголки вот эти срезать о чем я и займусь я показывать не буду я вам уже покажу как она будет сделаны я просто на улице пойдут это отрежу эти уголки чтоб она поместилась у нас в эту значит у нас емкость так и так обрезали вот эти уголочки теперь эта штука туда должна влезть у нас смотрим у банки аккурат еще и запас есть теперь надо чтоб она у нас не развалилась когда мы спираль бум наматывать значит обмотать чем-то его закрепить вот это у меня стекла вода вокруг примерно и вокруг обмотать . еще прихватим маленько и временно проволочкой немножко закрепляем порядок закручена 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 это мы временно чтобы она не распалась у нас примеряем все теперь можно спирали делать плохо получилась за конструкция то есть четыре граны слишком нерационально углы у нас спираль будут круглые углы и так мы выбрали вот такую рациональную конструкцию значит получилась плитка пополам вот и куски пошли сюда 7 штук у меня получалось мы всем или 8 у кого какая там справа ли кого какая печка будет что здесь получается здесь очень просто но эффективно то есть пополам мы поделили его и вот эти уголки срезали аккуратненько поставим тогда у нас получается спираль круглая и там все рационально будет у нас стоять то есть лишнего вот этих углов которые там были не будет вот поставили это все дело разметили 1 2 3 4 5 6 7 чтобы они по номерам были и размечаем на моей конструкции получилось я почитал 17 вот 17 будет витков вот для этого значит и вот взял плитку померил взял шаблончик вот она и разметил на листке на 17 единиц ставим сюда и по центру вот смещаем хорошенечко сопрягаем скорее всего и делаем рисочки раз два три и так 17 вот на 1 сделали то есть на крайних надо сделать на точно так не переворачивая вот так а именно вот так вот и здесь аккуратненько сопрягаем и по шире рукавам сюда и подвигаем здесь у нас про номеров они все сдвигаем аккуратненько так это дело очень важно и требует кажется внимание вот и теперь начинаем соединять вот эту первую мы соединяем со второй и так пошло потом вторую из 3 и у нас будет немножко наклона ставим линеечку верхней мы ставим а здесь на 2 то есть вот так вот наклонно будет и аккуратненько проводим риску чертежник с меня уже никакой а раньше была пятерочка так мы теперь делаем вот такие значит канал очки у нас размечено все было один два три 4 5 6 7 и все так само по порядку на заложить иначе не получится ничего к середину поставили крышку какой-то круг вот и вокруг него по номерам четко по номерам именно назначенная мира тевавых и вверх и вверх-вверх и вверх а это DICE здесь очень важно не побутать и вам вот такой скотч для предварительно конечно мы намотали спирали значит нюанс по спирали есть ли приобретать лучше всего не приобретать эта самая они chrome от спирали потому что потом размапывать выровнивать надо лучше всего если проволокой просто-напросто вот но если хотя бы и проволока или спиралью то все равно перед тем как наматывать вот такой спираль обязательно надо все выровнять то есть растянуть и где-то подровнять и никаких этих самой заломов не должно быть иначе у вас будет спираль наматываться очень плохо значит вот эта конструкция и затавляется и затавливается затем после спирали то есть мы спираль примерно прикинули размер какой там сделали ее а потом здесь если здесь у нас немножко не получится то мы можем эту вставку потом заменить больше или меньше и сделать это уже как получится но я примеру все нормально будет значит ориентировочно если нам необходимо получить вот такой размер спирали то наматывать ее надо примерно на сантиметре на миллиметров 10 ниже на чего-то там круг какой-то он должен быть гораздо меньше то есть миллиметров 10 примерно вот потом она когда разойдется вот она получила такого трассе вот так я поставим значит здесь будет у нас выход крестик ставим вот такой вот тут не проворачиваться все время а а 4 4 6 6 6 6 6 здесь чуть при закрыли сажа сажа для выхода провода отверстие так наконец мы заварганили что-то сейчас будем испытывать я первый раз ее делаю вот такая красавица у нас получилась печурочка с богом впуск подсоединяем один конец сюда мы присоединяем так как у нас нет управления никакого значит прогревать необходимо не спеша то есть медленно потому что мол потрескаться в середине все значит включили минуты минуты выключили включили выключили подождем пока она там прогреется а потом еще несколько раз примерно минут 5 надо ее прогреть 9 10 ампер пошла наша печушка прогреваться сразу скажу не удалось мне в пазы как хотелось бы корыса установить эту спираль вот то здесь нюанс какой получается спираль необходимо наметать сразу очень правильно то есть витки должны быть плотные между собой вот тогда она входит нормально и становится хорошо вот мы в принципе 10 у меня было получается у нас 36 на 10 она получается 360 ватт соответственно их сразу не попробовать вот я вот такую баночку нашел корма копил бумагу снимаю вот так тегелек такой есть ну понятное дело здесь надо керамический или какой там графитовый видимо кременский надо вот он как раз и здесь вот еще это по сантиметру запас здесь есть и вот такой вот значит сверху крышку надо какой-то под рукой ничего такого нету изолятор обыкновенный от столба не остался по аккуратно сюда опаньки теперь можно включать есть контакт печка прогрелась я уже сюда поставил на вот эту на постоянно теперь можно ее не выключать в это банка у нас дымится там сейчас амари чего надо чего не надо мыть как раз и лень надо было конечно не поленится помыть десятки в сети прыгать немножко девять с половиной там чего включили тегелек пока вытащим посмею включили тегелек пока вытащим посмею когда прогреть и она моментально сразу выключилась пошла температура пошла уже там там прогрелась может что-то засыпать вот наступил самый ответственный момент кажется сколько не говори сахар сахар сладкого рта не будет вспомним девиз металлургов наша сила в плавках то есть самое главное это плавки берем такой для пробы алюминиевый кусочек и туда так все чудненько прогревать она и пока этим изолятором не буду накрывать а просто обыкновенным кипячем прикроем вот таким вот для наглядности еще такой кочерюшечку алюминиевая пошла наслаждаться но мы его сделали по-моему да чудесно то есть получается вот это у нас 670 градусов уже есть даже не закрывая пробуем чего она там такое у нас какой все нормально красавица так выключил еще одну кочерюшечку опущу выключила она и сильно и остывает так положено нагрев сразу моментально идет упала контроль систем красавица а сверху шлап плавает красавица выльем и отключаем сюда что-нибудь такое что-нибудь такое в салон наша сила в плавках обгорает крышка все чудненько у нас получилось маленькие нюансы в конце понятное дело, что я взял металлический тегель, конечно его применять нельзя и когда вытаскиваешь тегель он быстро остывает, и металл остывает тегель, конечно, надо брать вот с такого материала, то есть жаропрочного чтобы он нагрелся хорошо, можно было вылить его нормально, значит нюансы еще раз повторюсь, такие здесь спираль наматывать обязательно необходимо, так чтобы она в свободном состоянии был в миллиметре между ними зазора то есть надо сделать ее очень плотно ровно, вот тогда она вставляется туда нормально в пазы, может быть и попасть невозможно будет, но она будет ровная, всем всего хорошего удачи, ребята, рад, если кому-то помог спасибо за просмотр! Спасибо!